Субтитры делал DimaTorzok Очень просто, я написал Васе зимой Вась, будешь ли ты в России после сезона То есть в апреле, в мае И получится ли с тобой потренироваться На что он ответил, что скорее всего да Мы посмотрим, как им будет складываться Ну вот ориентировочно апрель, май В принципе так оно и получилось Просто вмешались обстоятельства Все закрылось, пандемия началась Вот, а так вот, ну идея Все просто, я написал Вася сказал, что да, все просто Был карантин И не было доступа к залам Единственный вариант, который для нас был возможен Это или тренироваться Где-то на уличной площадке Или то, что мы сделали Это папа помог найти кольцо Мы поставили кольцо у него во дворе И по сути все тренировки Были просто во дворе Карантин на самом деле Не сильно помешал тренировкам Наоборот Это какая-то фишка была Что вот все закрыто Мы понимали, что У нас достаточно скудные условия Такие спартанские Ну это точно не пойдет в убыток Вот, это все равно уважение в себя И по сути приходилось использовать Те предметы, которые были дома То есть та же лестница стремянка Или Блэк играл в защите с нами То есть я старался найти какие-то Какие-то предметы, которые помогут нам в тренировках При том, чтобы они всегда были у нас Нужно было придумать тренажерку самостоятельно Было две гантели Была гиря У меня были резинки И я понимал, что нужно добавить что-то еще И так просто у папы с работы мы взяли кувалду То есть вот был наш набор на лето В ограниченных условиях получилось поработать В принципе над всем тем, чем мы работали в обычном зале Или там, я не знаю, каких-то более лучших условиях Потому что что надо? Кольцо и мяч И все И главное, где стучать Стучать было где И мы делали план с Вася еще в течение сезона На чем бы я хотел поработать Какие нюансы Не только про баскетбол, но и про физику Про подвижность какую-то И поэтому в принципе Не было такого, что мы были ограничены в чем-то Вася классно придумал Если, конечно, были какие-то моменты, что было тяжело Или не было инвентаря Он просто заменял это И все Поэтому мы поработали и над дриблингом И над передачей И над завершениями И над балансом И над взрывными качествами Потому что я просил добавить в этом компоненте И поэтому все прошло на хорошем уровне Во всех тренировках с Дани, начиная с Пекина Всегда присутствовала одна мысль Что ты должен уметь адаптироваться И тренировки год назад в Сызране Во время карантина Как раз принесли такой же посыл Что мы тренируемся на покрытии землей с травой Кольцо нестандартное Где-то ямы, где-то бугры Если ты сможешь адаптироваться под эти условия То в будущем тебе будет еще проще Вот я тоже думаю об этом Зрители тренировки Даня ушел попить Их всего пятеро Когда делали упражнения, было штук восемь Баскетбольных целей было несколько И цель номер один здесь Была работа левой руки То есть, чтобы он себя комфортнее чувствовал Когда он ведет мяч левой рукой Отдает передачи Завершает левую из краски И особенно над передачей Когда Дани не берет мяч в две руки То есть, чтобы сразу после введения Можно было отдать быструю передачу Потому что с его габаритами Идеальная позиция, на которой он сможет играть на высоком уровне Это позиция первого номера Если ты первый номер без передачи То тебе будет гораздо сложнее на площадке Так мы планировали добавить больше опций в нападение И здесь же мне приходилось включать фантазию по максимуму То есть, можно увидеть видео, что где-то мы использовали стремянку Где-то Блэк играл в защите Было очень много разных вариаций Но моя мысль была одна Сделать что-то хотя бы очень отдаленно похожее на игру И целью номер три было развитие жесткости То есть, в такие моменты, когда тебя где-то подпихивает защитник Или же судьи позволяют играть жестко С большим количеством контакта При этом нет фола Чтобы в таких ситуациях Дани себя комфортнее чувствовал в будущем Куда я?